Девушки отдыхают 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 Начнем традиционно с гостей. Футбольный клуб «Виктория». Футболисты в желтых футболках. В воротах номер 40 Александр Кожикарь, номер 3 Максим Пожога, номер 6 Тудор Цуркан, номер 7 Виталий Тону, номер 9 Андрей Спыну, номер 10 Олег Хилоти, номер 16 Алексей Лукица, номер 19 Дмитрий Кондарюк, номер 20 Сергей Додул, номер 23 Валентин Тернавский и номер 99 Эдуард Хадырян. Запасные виктории. Станислав Копейко, номер 1 Валентин Ивахненко, номер 4, номер 11 Андрей Тонтич, о котором я уже говорил, номер 13 Адриан Караман, номер 18 Сергей Баран, номер 22 Дарин Бивал и номер 88 Виарел Жимбей. Главный тренер гостей Виарел Александр Новиков, прошу прощения. Хозяева футбольный клуб Саксон, традиционных синих домашних цветах, полностью синих, которые команда проводит уже вторую игру полностью с синей форме. В воротах, опять же, традиционно Дмитрий Радул, он же Рамон, номер 12, номер 2 Василий Цугутский, номер 3 Андрей Порфиряну, номер 4 Константин Калмыш, номер 5 Георгий Мыца, номер 7 Андрей Донич, номер 8 Михаил Робу, номер 9 Сергей Истрати, номер 11 Дмитрий Варнишел, забивший уже гол. Не успел, я крикнуть это гол, Дмитрий Варнишел, ну, в другой раз. Я думаю, что Дима еще даст повод сегодня. И номер 14 Алексей Прокопьев, номер 77 Игорь Марарин. Запасные номер 1 Василий Буза, номер 15 Виктор Арнаут, номер 18 Эдуард Томашков, номер 20 Иван Янчоглов, а в атаке Саксон не было гола. Нету гола, был пас от Истрати. Закончу составами. Так, Иван Янчоглов, номер 20, номер 21 Алексей Жасан, номер 23 Андрей Ковалев и номер 24 Андрей Препельцев. Главный тренер команды хозяев Иван Бурдунюк. Сегодняшнюю встречу будут обслуживать арбитры в следующем составе. Арбитр в поле Юрий Смеду, город Кагул. Ему помогают Николай Мелентий и Григорий Терзи у оба арбитра, город Камрад. Четвертый арбитр Иван Арнаут, село Кирсово. Инспектор матча Виталий Мельник, город Тараклия. Итак. Сразу скажу, что сегодня в матче не примут участия Максим Богачик и Рувим Кусурсус. У Саксона из-за повреждений, из-за проблем со здоровьем. Виктория здорово начала этот сезон. Ну как здорово. Начала разгромная победа, и вторая была ничья. Победили футболисты из Бардера Бендерскую Тегину на стадионе Буикань. С счетом 4-0. Тогда забивали Караман, Хелоти, Тонтич и Тону. Отличился с пенальти. Вот такое вот хорошее начало. Ну а второй матч. Виктория играла со Свинтол Георгием. Матч завершился в ничью 0-0. Напомню, что Саксон уже тоже играл в Свинтол Георгием. Я обыграл их 3. Итак. Мы цена на газоне. Я напомню еще раз тем, кто смотрит нас, кто включил нас только что. Счет уже 1-0, но этот гол мы не успели показать, так как была проблема с трансляцией. Но теперь я думаю, что вы нас хорошо слышите. И мы будем смотреть сегодня футбол. Смотрю, недоволен тренер Бардера. Думаю, что будут паузы по 2 минуты. Но когда идут такие нарушения, мне кажется, тут независимо, какой игрок, какой команды, он не тянет время, ему больно. Это нужно иметь в виду. Я не думаю, что прихрамывая Георгий Мыца симулировал бы. Стоит все-таки быть немножко корректнее в своих высказываниях. Сугутский. Истратик. Марарь. Были вопросы и по отношению Мараря. Будет ли он сегодня в составе или нет. У него также имелась микротравма. Но Игорь сегодня в основе. В синей форме. Все как обычно. Чуть-чуть. Сугутский. Парфирян Робу ошибки. Хватается за голову игрок Бардера. Это Виталий Тону. Ну, опытнейший Виталий Тону. Владеющий ударами с двух ног. С обеих ног. Истрати. Примет мяч Истрати? Нет, не получилось. Можно прессинговать арбитра. Чего? Арбитра весь с вратаря. Поговорился я что-то. Здорово начали матч. Хозяева. Да, не умеет проигрывать тренер Виктории. Не умеет. Робус мяча. Робус мяча. С мячом Михаил Дробыл. С первых минут пошла борьба. На поле. С мячом с пыну. В принципе, состав не сильно отличается от состава Виктории, я говорю еще раз. От предыдущих матчей практически одни и те же играют. Уже третий матч. Не игривыл Сергей Истрати. Судья поднял флажок. Боковой судья поднял флажок. И с мячом футболисту Виктории. Серега. Сверху. 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 Дорогу. Дорогу. Нарушение. 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 Донич. Сключом Вардишелл. По правому флангу подрывается Дима. Можно сказать, что первый гол даже немножко затормозил развитие событий. Пока команды просто катают мяч без опасных, особо опасных моментов. Порфириан и Страти. Сугутский. Держит мяч хозяева. Увидел Василий Сугутский Прокопьева, но там перехват. Сторожно, сторожно! Поехали! Вышли, алло! Борец Тернавский там с Калмышем. Стоим! Заходим! Эй, эй! Погодка сегодня опять же нелетная. Холодная, ветрена. Благо опять же дождя нет. Поживу. Поддай мне Макс, блядь! Макс! Поддай мне ногу дай! Как сильно кричит тренер. С мячом защитники Виктории. Не получился пас. Ну, не получился, но мыться подстраховал. Прокопьев. Морарь. Истрати. Три в два. Три в два выходит Саксон. Сергей Истрати с мячом. Сергей Истрати. На вес. Здесь Михаил Робу. Робу. Порфириану. Порфириану забрал под себя. Обворовали Порфириану. То был пожога. Доничи. Выше, выше! Цубурский. Моица. Каумыш. Прокопьев сбивают. Кандарюк, если не ошибаюсь, с тобой. Кандарюк, если не ошибаюсь, с тобой. И будет аут. Каумыш. Еще один аут. Теперь за Саксон. Здорово бросил Каумыш. Правда, мяч до Истрати не зашел. Но он все для этого сделал. Будет штрафное было нарушение. Донич у мяча. Донич. Алексей Прокопьев. Алексей Прокопьев на вес. Удар! Еще раз! Сергей Истрати имел отличную возможность отречиться. Но вратарь, Александр Кожекарь, отбил мяч. Пошел удар. Тону подбирает мяч. Тернавский. Обратно на Тону. Пока это самые активные игроки Бардера. Додул. Пожога. Был пас на спину. Много криков на поле. Очень много. Очень много лишнего. Даже я бы не сказал не на поле, а на бровках. С одной стороны. Слишком активные тренеры сегодня. Тону. Нет, это спину. Спину. Здорово играет спину. Теперь Тону. Не поняли. Футболисты Бардера друг друга. И отдали мяч Рамонову. Дмитрий Варнишел будет первый на мяче. Нет, мяч вообще в аут. Калмыш. Калмыш. Мояца. Сугутский. Мояца. Прокопьев здорово сыграл пяточкой. Истрати. Истрати. Что случилось? Порфириану. Робу. Навес. Вратарь. Вратарь. Будет лучше. Берет этот мяч. И Бардер с мячом. Пытается контер, атаковать, что-то преподнести сегодняшним своим соперникам. Но, пока ничего, Рамоновым счетом не получается. Вот, чего стоит один единственный провал в обороне на первых минутах встречи. 1-0. попытка контратаки мораль калмыш могучим ударом калмыш выбивает мяч афириану здорово и видео парфириану пожил его здесь встречает у меня чувствуется у саксов дом капитан команды андрей цугутский донич вновь цугутский вновь донич и опять цугутский и опять донич последует пас на цугутского нет нет но мы разнообразие георгий мыс мораль увидел мута игоря мараря сзади там конечно его трогали скажем так нарушали нарушали правила футболисты гостей хадирян нарушал правила калмыш порфириану донич здорово не получился пас нарушение болельщики вывесили флаги грузской автономии и футбольного клуба саксон додул донич роб не напомню тем кто смотрит нас совсем недавно счет 1-0 пользу саксона на первой минуте отлично садмитрий варнишел сугутский прокопьев пас на сергей эстрати не догонять сергей сергей эстрати отличился уже двумя мячами первых двух матчах хорошая результативность с первого матча он железно обосновался в основе пока алексею жосан не получается вытащить из основы тоже очень хороший нападающий но в основе эстрати лукица будет сбрасывать аут тернавский в руки вратарь кто даже был удар от ворот будет мяч вышел за линию ворот все холоднее и холоднее становится фидерлонге ну и играть конечно тоже все тяжелее и тяжелее в в вектории кроме прошлогоднего матча саксон играл очень много раз ну ну самые последние встречи это прошлогодние встречи кубка кишинева где саксон будучи в группе с викторией сначала обыграл их 2-0 тогда забивали препелец и юзель а потом проиграл в полуфинале со счетом 1-0 тогда кстати гол забил единственный гол также Андрей Тонтич тоже за бардер после того голова он и перешел в саксон но в саксоне особо не отличился Андрей всего лишь 4 гола за полгода забил Тонтич и вернулся обратно в виктории сейчас у Тонтича уже 7 мячей спасибо сайту дивизии А если б не они подобную статистику было бы тяжело найти и халыч Парфирян Парфирян Цугутский Парфирян Робу Задвигались ребята немножко надевать спину этот ахиллоти дональд есть игры показывает варнишел прокопьев ждет пока дима отойдет чтобы дать ему пас в разрез сыграны они с дмитрием варнишел оба выпускники скажем так футбольной школы шерифов пробу сугульский мыться донич прокопьев вновь донич отличный пас на алексея прокопьева алексей прокопьев у штрафной гостей будет угловой будет а вот я как сказал угловой задумался мораль вроде бы потерял мяч морально нет вернул патериану удар здорово виктория с мячом ожога спину упустили мяч за боковой патериану цуркан был смешан упустил тудор цуркан отправил мяч его в аут будет аук холм уже будет сбрасывать строки падает Парфириану, Парфириану, пас на Сергею Истрати. Сергей Истрати, ну не нужно ж портить такую атаку Сергею Истрати. Давал Сергею Истрати пас на Мараря, ну ненужный пас. Можно было самому попробовать пробить, ну или пас поточнее, или подождать Варнишела. Столько было хороших возможностей, выбора-то столько было много. А выбрали самый плохой вариант потеряннича. Будет вынос, есть вынос. Сугутский, Марарь. Напомню, в эти прошлые уже выходные чемпионат Республики Молдова и в дивизии, и в национальной дивизии, да вообще многие чемпионаты Европы приостановились на недельку, так как играли сборные. Сборная Молдова играла в Черногории, в Кишиневе, и с Украиной в Одессе. Поэтому официальных встреч не было. Но были товарищеские игры, и Виктория, и Саксон сыграли по одной товарищеской игре. Саксон сыграл с Костуленами ничью 2-2. Тогда забивали Прокопьев и Варнишел. А Виктория проиграла Академии 5-4. Такой вот хоккейный счет получился в этом матче. Ну и раз уж я сказал о сборных, то не знает. Молдова проиграла в Черногории 0-1, и проиграла в Украине 1-2. Хотя я вам скажу, не стоит критиковать так сильно футболистов нашей национальной команды. Я считаю, что они сыграли хорошо, особенно в Черногории. Положа руку на сердце, скажу, что матч с Украиной смотрел не полностью, а только вторую половину. Мне, опять же, игра в сборную очень понравилась. Здорово сыграл вышедший на замену Суворов, забивший классный, поистине классный гол. Так вот, не стоит критиковать сборную Молдовы. Все-таки класс соперников был выше. Украина, великая футбольная держава, уже в Европе. Тем временем не стратится наносит удар поворотом. Руки вратарю. Так вот. А Черногория первая в группе. Хотя, Черногория могла даже, даже проиграть. Даже проиграть могла Черногория. Но, в ученич на то играет Ювентусе, что забивает. Такие моменты, которые он имел. Мара, мы возвращаемся с Кишинева и со сборных. В Чидерлунгу и в дивизию А. Здесь у нас Бардер и Саксон. 1-0 в пользу Сорок. Варнишал забил на первой минуте матча. Опять же скажу, что этот гол, к сожалению, мы не сумели вам показать. Были проблемы с трансляцией. Сейчас все нормально и мы смотрим футбол. Но голов нет. Вот это жаль. Не хотелось бы, чтобы голы были в ворота Саксона. Мне не хотелось бы, конечно, болельщику Саксона. Истрати. Истрати здорово обыгрывает защитника гостей. Пас на Варнишало. Можно отдавать обратно. Можно. Нужно. И это гол. Должен быть гол. Пенальти. Пенальти. Там чистый вне игры, говорит тренер Бардера. Там чистый пенальти, говорю, это я. Я это вам говорю. И даже карточка. Какая карточка была? Что-то я проглядел. Кто будет бить? Может быть Варнишел, может быть Истрати, может быть Игорь Мораль. Все трое могут забить. Посмотрим, кто будет бить. Варнишел. Варнишел будет бить пенальти. Что ж, посмотрим. Может быть я еще сегодня крикну гол. Мы при Варнишел. Ждем. Берет вас вон Дима. 2-0. Дмитрий Варнишел. 2-0. Здорово. Играют сороки. Что-то обсуждают там ребята друг с другом. Ну и Истрати свалили, конечно. Игнать и без вопросов. Так в своей штрафной играть нельзя. Это для тех, кто ищет какие-то вопросы. Для болельщиков Виктории. Адирян. Тону. Пыну. Пожога. Суркан. Додуль. Тернавский. Нет, это не Тернавский. Это Кандарюк. Тернавский играет слева. Ну, у нас появилось солнышко. И сразу же пропала. Пожога. Солнышко радо. Голу. Варнишелова. Очень радо. Нужно забивать еще. Чтобы оно светило ярче. На ум пришла кричалка. Которую сочинил парнишка, болельщик. Саксона. Солнышко всем со всех сторон. Эвка Саксон чемпион. дай бог. Как говорится, дай бог. Добежит, не добежит. Тернавский с мячом. Навес. Навес за. Линь. Раду будет выбивать мяч. Подворотка. Донич. Истрати. Прокопьев здорово сыграл Прокопьев. И мяч потерял. Игрок Виктории Алексей Лукица. Донич. Не стоит играть так грубо против Донича. Прокопьев. Подскользнулся Алексей. Но вратарь фиксирует мяч. Александр Кожикарь. Тут как тут. Додул. Кондарюк. Вновь Додул. Пытаются. Виктория защищаться. Катая мяч на своей половине поля. И Истрати нарушает правила. Тернавский. Бежит Валентин Тернавский. Что там было? Не игры там было. Показывает судья. Калмыш. Мыться. Сугубский. Потемнело поле. Почему поле? Леша уже, Леша! Небо. Опять оговорился. Истрати. Истрати. На газоне. Истрати. На газоне. Дима, стой мы. Две желтые, да? Дмитрий Кондарюк получил вторую желтую, если я не ошибаюсь. Это была вторая, первая была чуть ранее. И красная. Две желтые, равно одна красная. Простые правила футбольной арифметики. Недовольны. Недовольны гости. Начнутся крики. Тернавский. Я думаю, что в комментариях не должно быть. Недовольны гости. Недовольны гости. Знаете, что могу сказать? Ребята, давайте жить дружно. Кто говорил это, если хоть какой-то юный мальчик смотрит нас? Кот Леополь. Так вот. Кот Леополь очень добрый кот. Он говорил, давайте жить дружно. Не нужно ругаться, господа. Не нужно ругаться. Умейте проигрывать. Точно так же, как умейте выигрывать. Ничего интересного. Если игра в одну калитку, то я думаю, что нужно работать на тренировках, но не кричать. У меня будет эти на замену? Вы говорите про 50. А почему? Где эти карточки? Нет? Недоволен бардер. Ну опять же, что мне сказать. Когда игра не клеится, не стоит винить в этом остальных. Виноват их искать нельзя. Виноват в первую очередь сам человек. Паркериану будет сбрасывать аут. Что-то мы отошли от темы. Мы-то играем в футбол. А тут все около футбольные какие-то моменты. Хилоти будет сбрасывать аут. Рады. Ну не могут успокоиться. Гости не могут. Двойная замена будет у бардера. Готовятся на поле выйти Дарин Бивол и Сергей Баран. Дарин Бивол и Сергей Баран. Посмотрим, кто кого меняет. Номер 23 уходит. Тернавский уходит с поля. И вместо него... Что-то не видно, что Тернавский. Ну в общем так. Не знаю, кто именно кого меняет. Это не так важно. Уходит с поля Тернавский и Цуркан. Ходят Бивол и Баран. Продолжаем. Продолжаем. После уже почти 45 минут. Счет 2-0. В пользу Саксона. Мне кажется, сейчас кого-то удалят со скамейки запасных. Нервозная игра какая-то. Очень нервозная. Не стоит накалять так сильно обстановку. Кстати, это не первый раз. Это уже не в первый раз. К сожалению, так устроилось, что когда играет Бардер, крики... Это, можно сказать, уже постоянное явление. Крики со скамейки запасных. Сзади Прокопьев, но не смог он отобрать мяч. И мы его отдали сами. Сугутский, Варнишев. Сугутский. Робу принимает мяч Михаил Робу. И мяч от Пожога уходит в Вал. Хвалят друг друга футболисты. И Порфиряна будет сбрасывать аут. Сугутский. Порфиряна. Аут. Пошла должна была пойти атака Бардера. Сразу же закончилась. Пожога. Вот вы сейчас не видите, да? А мяч залетел в ворота, которые сбоку. 2-1. Ну ладно, это так. Левическое вступление. Он опять туда залетел. Сколько криков опять. Ну как же так можно играть в футбол? Есть у нас арбитер подошел к тренеру. Дабы тот не бушевал. Ну хватит. Достаточно, ребята. Хватит. Хватит ругаться. Играем в футбол. Футбол это очень мирная игра. Объединяющая миллионы людей. Чего здесь ругаться, я не могу понять. Зачем кричать? Зачем кричать? Либо мы играем в футбол, либо заявляемся в другой чемпионат. Какой-то борьбы или я не знаю. Есть чемпионаты? Словесной борьбы какой-нибудь. Ну на моей памяти таких нету, поэтому и играем в футбол. Итак, первый тайм у нас позади. И конечно же сейчас нужно командам отдохнуть. Нужно отдохнуть и нам с вами. После первого тайма счет 2-0 в пользу Саксона. Оба гола забил Дмитрий Варнишел и было удаление. Был удален с поля игрок Барда. Далеко не отходите. Совсем скоро мы вернемся на центральный стадион города Чедерлога. Мы продолжаем вести прямую трансляцию с центрального стадиона города Чедерлога. Где сегодня в рамках 18-го тура дивизия встречаются Саксон и Виктория. Что ж, половина встречи уже позади. Вторая половина еще не началась. После первого тайма счет 2-0 в пользу Саксона. На первой минуте отличился Дмитрий Варнишел. И под конец второго тайма я не успел зафиксировать, когда именно. Отличился опять же Дмитрий Варнишел. Но уже с пенальцем. За нарушение на Сергея Истрати. И есть у нас удаление уже. Удален был игрок Бардера за вторую желтую. И это был Кандарюк Дмитрий. Выходит команда на поле потихонечку. И будет замена у Саксона. Эдуард Томашков выйдет во второй половине встречи вместо Михаила Робу. Михаил Робу ушел с поля в перерыве. И больше на него не выйдет. Томашков будет вместо него. Пару слов о новичке Саксона Эдуарде Томашкову. Опытнейший игрок. Экс-футболист Искры Сталь. Кастулен. Телегула, которого нынче уже не существует. Тираспольский Телегула. Был такой клуб в высшей лиге Молдовы. И политехники Кишиневской, которая в то время, когда Эдуард Томашков успел за нее, играла в высшей лиге. Сейчас политехника в дивизии Б. Вот так вот бывает. За пару лет политехника опустилась совсем вниз. Игроки поуходили. Теперь играют совсем других клубов. Был в карьере Эдуарда Томашкова и клуб из дивизии А. То был Кишиневский Бесчектаж. Но он перестал существовать. И на сегодняшний день его нету. Кишиневский Бесчектаж. С мячом Саксон была возможность забить еще один гол. И перейдем к составам. Сегодня у Саксона в воротах Дмитрий Раду. Номер 12. Дальше Василий Цугутский. Номер 2. Номер 3 Андрей Порфиряну. Номер 4 Константин Калмыш. Номер 5 Георгий Мыца. Номер 7 Андрей Донич. Вместо номера 8 Михаила Робу играет Эдуард Томашков. Номер 18. Номер 9 Сергей Истрати. Номер 11 Дмитрий Варнишел, забивший уже 2 мяча в первом тайме. Номер 14 Алексей Прокопьев. И номер 77 Игорь Марарь. Запасные Саксона. Василий Бузов номер 1. Виктор Арнаут номер 15. Иван Янчогло номер 20. Номер 21 Алексей Жасан. Номер 23 Андрей Ковалев. И номер 24 Андрей Приепелец. Главный тренер команды Иван Бордунюк. Гости. Номер 40 Александр Кожекарь. Вратарь. Далее Максим Пожога номер 3. В первом тайме играл Тудор Цуркан номер 6. Но вместо него во втором тайме играет Дарин Бивол номер 22. Далее Виталий Тону номер 7. Андрей Спыну номер 9. Олег Хилоти номер 10. Алексей Лукица номер 16. Дмитрий Кондарюк был номер 19. Он был удален с поля. За две желтые карточки полученные в первом тайме. Далее Сергей Додул номер 20. Вместо Валентина Тернавского игра, что под номером 23, играет Сергей Баран номер 18. Эдуард Хадирян номер 99. Такой звучный номер. Запасные виктории сегодня. Станислав Копейко номер 1. Валентин Ивахненко номер 4. Андрей Тонтич номер 11. Андрей Караман номер 13. И Виорел Жимбей номер 88. Главный тренер Александр Новиков. Арбитры. Сегодня главный арбитр Юрий Смеду в город Кагул. Ему помогают Николай Мелентий и Григорий Терзи. Оба арбитра из Камрата. Четвертый арбитр Иван Арнаут. Село Кирсово. Мяч будет вынесен в аут. На газоне Дмитрий Варнишел. Четвертый арбитр Иван Арнаут. Я уже сказал. Село Кирсово. И инспектор матча Виталий Мельник. Город Тараклея. Южная бригада арбитров обслуживает сегодняшний матч. Вернули Сороке мяч гостям. Луфица. С мячом Баран. Луфица. Навес. Ничего опасного в этом навесе не было. Андрей Спену. Упустил мяч за боковую. Подскользнувшись у бровки. Сугутский. Донич. Будет удар. Есть удар. Есть удар. Дарин Гивол был. Хорошо, Дарин, хорошо. Пять минут. Второе тайма сыграно. Счет 2-0. Счет 2-0. Впереди Сороки. Пошла музыка. В первом тайме музыки не было. В перерыве она появилась. Мяч попал в голову Игорю Марарю. И отлетел обратно. Удар от ворот. Роман выбьет мяч. Роман выбьет мяч. Вынос. Первым на мяче был Пожога. Морарь. Пас на Алексея Прокопьева. Прокопьев в разрез. На ход Дмитрию Варнишелу. Варнишелу. Подача в штрафную не удалась. Мяч был перехватен. Бивол. Если не ошибаюсь, Дарин Бивол это экс-игрок ФК Буюкань. Молодой игрок. Но я могу ошибаться. Это игрок 95-го года рождения. Хадирян. Парфиряну. Парфиряну. Навес. Варнишелу удар. Истрати догоняет удар. Ворота. Поворотом удар. Вратарь берет. Парфиряну. Калмыш. Донич. Знаю Калмыш. Прокопьев. Будет пас в разрез. На ход. Сергей Истрати. Истрати не смог принять этот мяч. Не получилось. Марарь. Варнишел. О, гол. Не гола. Не гола. Истрати выше ворот. Вот это момент. Друзья. Вот это момент. Варнишел имел дважды шанс отличиться. И оба раза свою команду спас Александр Кожикарь. И Сергей Истрати. Сходу ударил поворотом. Но поворотом не попал. Мяч улетел выше. Мыться. Прокопьев. Истрати. Какой выстрел. Рамон спасает ворота. Пожога. Навес. Там Рамон. Ничего опасного. У штрафной сакса нет. Прокопьев. Пас на Сергея Истрати. Принимает Истрати мяч. Прокопьев. Есть кому отдать мяч. Прошу прощения. Скользко. Скользко. С шипами передвигаться по асфальту. И потерял мяч. Томашков. Порфириану. Донич. Отдали мяч обратно. Прокопьев. Рамон. Донич. Вновь Донич. Порфириану. Истрати. Порфириану. Истрати. Истрати. Здесь можно было что-то поинтереснее создать. Параллельно идет матч Верес-Гагаузия. Счет такой же. 2-0. Забили Кэрлан и Фрунзе. Вновь. Угловой. Квадарю в руки. На газоне футболист Виктории. 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 Все batted. В Виктории. Вдчет. Вместо Андрея Спына. Я уже рассказывал в первом тайме. Андрей Тонтич, экс-футболист Саксона, игравший за Чедерлунскую команду в прошлом году во втором круге. За Саксон Андрей провел 4 гола. Самый удачный, скажем так, матч получился для него. Это матч с локомотивом в Бельцах, где Тонтич отметился дублем. Ворота Бельц! Варнишел! Удар! Вратарь спасает, спасает вратарь свою команду. А ведь Варнишел мог сейчас забить третий гол в матче. Свой же третий гол. Но вратарь на чеку. Видимо, посчитал, что уже хватит пропускать Варнишелла в голы. А в сайт. Так вот. Говорил я об Андрея Тонтича. В Саксон он пришел, опять же, из Виктории. Потом Викторий уже ушел. И Саксон. Если у него игра пойдет, то Виктория еще может на что-либо рассчитывать. У него очень серьезный удар с левой ноги. Угловой. Здорово сыграл Варнишел. Мяч, получается, терял. И сделал все так, чтобы сохранить его. Но еще и угловой заработки. Алексей Прокопьев будет подавать угловой. Не получать сегодня у Сергея Истрати забить гол. Много возможностей, но нет гола. В первых двух матчах у него это получилось. По голу он забил ворота Святого Георгия и Динамо Авто. Но сейчас... Сейчас не идет. Пожога будет сбрасывать алк. Тонтич. Тону. Тонтич. После перерыва то ли подсели хозяева, то ли забегали гости. Но теперь игра стала немножко поинтереснее, скажем так. Есть моменты у обоих ворот. И сейчас вот опасно в воротах в штрафной зоне Саксона. Прошу прощения. Но защитники справляются с угрозой. Томашков. Сохраняет мяч. Но пас на Варнишелла не удался. Я думаю, что уже Саксон может говорить о том, что победа практически в кармане. Но так как в десятером Виктория смотрится не очень эффектно. Скажем так. Лукицы. Библи. Срубили. Желтая карточка Алексею Прокопьеву, а за мат тренеру Бардера, я думаю, можно красную. Не было там три метра до мяча, как хотелось бы тренеру Бардера. Сквернословие, ребята, это нехорошо. Прекращайте ругаться, ребята. Ну, сколько можно говорить о том, что мы сегодня мы играем футбол. Футбол. Футбол – это игра, в которой играют с мячом. Не кричать не нужно и размахивать руками. Я очень надеюсь, что мне больше не придется заострять на этом внимание. Мы играем сегодня в футбол. На гомяч, если переводить с английского. Так что давайте будем играть в этот самый футбол без криков. Да, было нарушение. Да, оно было жестким. Игрок получил свою желтую карточку. Заслуженную желтую карточку. Причем вопрос. Еще зачем вопрос. Все-таки нет. А у нас замена. Опять же, переносит себя плавно, а обратно на футбольное фолье. Андрей Препелец готовится выйти на поле. Я думаю, что он заметит получившего только что карточку Алексея Прокопьева. Было вне игры. Леша! Да, Леша. Леша Прокопьев уходит с поля. Алексей Прокопьев. Номер 14. Благодарят болельщики Алексея Прокопьева. И вместо него выходит Андрей Препелец. Ну и посмотрим, какие будут перестановочки. Какая интересная музыка у нас пошла. Может быть, зову ему о футболе, пойдем потанцую. Морарь. Донич. Порфирянов. Донич. Варнишел. Томашков. Томашков. Вне игры. Вновь вне игры. Андрей Порфирянов оказался вне игры. Кстати, Андрей Порфирянов и Эдуард Томашков. Бывшие, скажем так, партнеры по клубу Искра Сталь. По команде. Партнеры по команде Искра Сталь. Сейчас оба играют за Саксов. Тону. Не получился пас на Бивола. Препелец. На Истрате здесь вне игры нету. Им близко не пахнет. Истрате. Пас на Донича. Можно дать дальше. Да, здесь Томашков. Томашков. Будет удар. Удар по воротам. Ну, скажем так, пас поворота. Вратарь без труда берет этот мяч. Никакой опасности. Порфирянов. Мыца. Калмыш. Донич. Ах. Не понял замысла Донича Препелеца. И мяч потеряли. Хозяева. Но в гости тут же его вернули. Биволк. Тонич убивает мяч. Ничего опасного. Истрате. Два в два выходят футболисты Саксона. Варнишел. Можно вернуть. Нет, не будет. Назад можно. Да, здорово играет Варнишел. Игорь Морарь. Игорь Морарь. Проходит Игорь. Бей, Игорь. Ну, ух ты. Здорово играет Саксон. Здорово. Игорь Морарь. Я не знаю, на что он рассчитывал. Войти. Войти в штрафную. А потом в ворота. Ну, если так, то у него это почти получилось. Но все-таки в итоге угловое. А зря. Ведь мог ударить и принести Саксону третий мяч. Тону. Не видно пока Андрея Тонтича. А вот, кстати, и он. Прямой ногой шел на Донича. Но все нормально, показывает орбита. Можно играть. Ух ты. Лупят по своим соперникам футболисты Виктории. Видимо, желая хоть как-нибудь доставить мяч в штрафную хозяев. Ежели не получается комбинационно, то выстрелами. Ну, выстрелы все приходится в защитников, в полузащитников, команды хозяев. Ну, следственно, до ворота они не доходят. Андрей Порфиряну выбьет мяч. Не было нарушения, все нормально. Играем дальше. Бивол. Здорово вошел Дарин Бивол в игру. Стоит сказать, что это игру 95-го года. И смотрится намного лучше своих старших коллег по команде, партнеров. Калмыш. Истрати. Здорово. Истрати вообще не ждал мяч. Смотрел как-то куда-то в другую сторону. В тот раз ему в ноги пришел мяч. Ну, ладно, играем еще. Варнишел. Донич. Донич. Пас Андрею Порфиряну. Порфиряну это защитник. И он уже почти в штрафной бардера. Вот и думайте. Ох ты, какой удар по воротам. От Андрея Донича. Динамо Авто, помню. Напомню. Уже пострадал от такого удара Донича. Но сейчас мяч пролетел чуть-чуть выше ворот. Немножечко. Немножечко. То ли побоялся, то ли пас не получился. Будет угловой. Шутка ли сказать, что сейчас все футболисты Саксона, кроме вратаря, находятся на половине поля гостей. Вот так вот. Сегодня у бардера нету ни одного шанса. Препелец. Препелец. Ну, не кидается защитник на него, поэтому обыграть не получается. Истрати! Удар в штангу. Сергей Истрати порадует и сегодня болельщиков своим голом. Сергей Истрати головой наносил удар по воротам. И этот удар, и этот мяч ударился в штангу. Мяч ударился в штангу. Вратарь наблюдал, как мяч летит в штангу, но не отбил сам оборот. 2-0. 2-0. После 70 минут встречи. Истрати. Истрати! Здорово играть! Истрати! Здорово! Сергей Истрати! Но была ошибка в передаче. Поэтому... Что-то более не получилось. С мячом вратарь. Виктория. Здорово играет Дмитрий Раду. Вот уж я не видел, чтобы вратарь, получая мяч от чужого игрока, так как последовала неточная передача, взял и набивал его. Представляете? Ну, это в каком-то смысле морально сбивает команду, проигрывающую команду, так как, ну раз уже вратарь набивает, что говорить о полевых. Вообще, Рамон известен своим таким вот умением, скажем так, поиграть с мячом. И выйти с воротарь, когда нужно выйти далеко, идет на риск, но он часто этот риск оправдывает. Что ж, со своей стороны могу сказать, что третий гол назревает у нас. Но пока третьего гола нет. Препелицы. Истрати. Сергей Истрати. Не получилось обыграть защитника. Защитник просто стоял. Мыца. Порфирянов. Сугутский. Препелец. Андрей Препелец. Дмитрий Варнишел. Дмитрий Варнишел. Препелец. 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 Дмитрий Варнишел. Дмитрий Варнишел. Дмитрий Варнишел. 3-0. Хитрик Варнишела сегодня, дорогие друзья. Хитрик Варнишела. Здорово играет Варнишел. Как-то я ему сказал, ты еще догонишь Виарела Фрунзе. Он сказал, посмотрим. Теперь я верю в то, что он его догонит. Здорово играет сегодня Дмитрий Варнишел. Классный пас от Игоря Мараря. И 3-0. И 3-0. Тону. Тонтич. Будет бить Тонтич. Ух ты! Мяч. Приехал. Дмитрий Варнишел. Здорово играет сегодня Сороки. По всем статьям переиграли они Викторию. И готовится еще одна замена у хозяев. Виктор Арнаут выйдет на поле. Донич. Марарь. Донич. Сугутский. Калмыш. Трепелец. Вновь Варнишел с мячом. Ну что ж, ждем покер. Кстати говоря, о покере. Истрати. Пожога здорово сыграл. Не дал Сергею Истрати. Место для маневра. Территории для маневра. И мяч. В принципе, и у него забрал. Так вот. Виктор Арнаут выходит на поле вместо Дмитрия Варнишел, забившего сегодня три мяча и сделавшего игру. Сегодня, конечно, играет вся команда, но Варнишел супер. Здорово сыграл Варнишел. Покера уже не будет. Я еще раз возвращаюсь к теме покера. Теперь уже экс-футболист Саксона Вадим Гюзель. Сформил покер в ворота единиц. На выезде, кстати, играли команды. Я поздравляю Вадима с этим классным достижением. Думаю, что маяк прибавит во многом после того, как Гюзель пополнил состав этой команды. Возвращаемся в Чедерлунгу. У нас аут. Калмаш будет сбрасывать. Что там? Не игры? Нет, нарушение. Субботский. Порфирянов. Томашков. Томашков здорово сыграл Томашков. Еще и мяч оставил у себя, но потом упустил. Потом далеко от себя отпустил и упустил. Хилотик. Ошибаются футболисты Виктории. Ошибка на ошибки просто. Крепелец. Можно дать пас на Арнаута. Есть пас. Но Арнаут не добегает. Непогода привела к тому, что у нас теперь нет света. Я надеюсь, что вы меня еще слышите. Если да, хевните головой. Если да, хевните головой. Попробуем вспомнить и дали свет. Приборы заработали, можно взлетать. Есть я, да? Есть я, спасибо. Рамон. Ну, здесь уже можно сказать, что команды доигрывают. Я думаю, что ни у кого не вызывает вопросов, кто же сегодня победит. Понятное дело, что Саксон. Интересно только, с каким счетом Сергей Истрати с мячом был. Я думаю, что он стал успешным. Остается очень мало времени до конца встречи. Минут 10 без добавленного времени. Сороки впереди, я напомню, 3-0. Все три мяча забил Варнишел. Два в первом тайме, один во втором. И с мячом Бартер. Виктория Бартер. Тонтич будет сбрасывать аут. Нападающий сбрасывает аут. Выходит. Здорово сыграл Арнаут головой. Томашков. Не понимают друг друга футболисты Виктории. Очень много ошибок. Не знаю, волнение. Не сказал бы, что это недостаток мастерства. Команда подобрана отлично. В любом случае, по именам. Те, кто смотрит молдавский футбол. В принципе, я думаю, знакомы со всеми этими фамилиями. Ну, наверное, сказывается давление. Давление трибун. Давление команды хозяев. Ну, и счет, в конце концов, 3-0. Пойди и поиграй при таком счете, когда буквально со всех сторон тебя переигрывают. Пожога. Ошибается пожога. Арнаут. Пас на Сергея Страте. Вне игры был Сергей Страте. Считает боковой. Какие-то желтые карточки. Сиреневые. Сера-Бура-Малиновый ищет тренер Бардера. Ну, что здесь опять же сказать. Донич. Цугутский. Мне только был Мыца. Но путают постоянно. Порфирянов. Морарь. Донич. Мыца. Калмыш. Здорово играет Константин Калмыш. Здорово играет Константин Калмыш. Давай, Калмыш. Арнаут. Арнаут, ты чё? Скилл есть, скилл есть, скилл. Здорово сюда. Арнаут. Тону. Капитан Виктории Тону. Пас на Тонтича. И Андрей Тонтич с мячом. Я уже говорил о его великолепном ударе с левой ноги. Серьезная пушка. Если расчехлить, будет очень опасно. Но пока что-то не получается даже зарядить. Рамон. Ну, можно уже сказать, что игра подходит к своему завершению. Завершилась она уже даже в перерыве, скажем так. Хотя нет, я не прав. Завершилась она после третьего гола. На 74-й минуте встречи. Так как после перерыва команды еще играли в футбол. Были моменты с обоих сторон. Гости еще не так прижимали к своим воротам. То после третьего мяча Игра, можно сказать, завершилась. Сейчас просто нужно отыграть эти 90 минут И морально готовиться к локомотиву. Ну, это... Что касается Саксона. Виктории нужно готовиться к своему сопернику. Мыться. Пас на Андрея Препельцев. Препельца. Пас на Препельце. Был гол, не было гола. Вратарь здорово сыграл. Аверис все так же Продолжает побеждать Со счетом 2-0 Камрадскую Гаузию. Сегодня так же Будут Или не будут, а уже сыграны Матчи. Сейчас досмотрим эту атаку И скажу вам про эти матчи. Атака завершилась. Считает боковое, что было вне игры. И будет четвертая замена. Выйдет Молодой Игрок Саксон Иван Янчогла. Ему всего это Сколько ему? Лет 17, если я не ошибаюсь. 35-го года рождения игрок. Вместо Сергея Эстрати Выйдет нападающий Иван Янчогла. Игрок молодежной Юношеской команды Саксон. Не получилось у Сергея Эстрати Продолжить свою голевую Серию. Ну это ведь ничего страшного. Итак, сегодня 30-го числа Играют Маяк с Тегиной Виктория Саксон Ивери с Гагаузи. Завтра пройдут матчи Динамо Авто Дачья 2 Буюкань Реал Сукчез Зимбру 2 И Локомотив Сфынтул Георги. Матч между Шерифом и Единцами Был перенесен На 1 апреля. Ну а следующим Соперником Саксона Станет Футбольный клуб Локомотив. 6 апреля В 3 часа Команды встретятся На стадионе Города Чидерлунга. Но Виктория сыграет С Динамо Авто 6 апреля В Пишине Рамон Додл Баран Тону Лукица Хадирян Тонтич Пытаются выдать Уверенную концовку Футболиста Виктории Тону Здорово Здорово сыграл Тону Пока что У них это получается Тонтич Тону Удар Минуты 3 у нас Остается до конца встречи Без добавленного времени Что добавит судья Будет видно Угловой Ворот Саксона Верес забил Свой третий гол Матей На 83 минуте Отправил мяч Ворота Гаузи Что это? 3-1 Честно сказать Я не видел Кто именно Забил этот гол Ну что ж Сможет ли Виктория Выдать Камбэк За 2 минуты Оставшиеся до конца Матча Или матч Закончится Счетом 3-1 Будет видно А вы как думаете Порфирян Сугутский Ну Виктория забегала Здорово Сыграл Янчогла Корпусом Донич Классно Тамашкова Эдуард Тамашков Догоняет мяч Догнал мяч И упустил за пробу Сильный был класс Хадирян Я все еще не могу понять Кто забил Гол За Викторию Ну не было Там дни игры Или что это? Нарушение Халмыш Маяк с Тегиной 1-1 Играют Сейчас еще матч идет А может быть Вадим Визель Забил Кто знает Он может Сугутский Порфиряну Арнаут Арнаут Удар Протарев Протарев Пацаны Пацаны сказали Это похоже на ОБС Кто знает Как расстроиться Я скажу Одна бабка Сказал Так вот Но судят Сегодня не бабка А арбитры Не стоит Опять же Ругаться Искать Какие-то Заговоры Что такое Повторно Введет Сугутский Мяч в игру Слишком Близко Он подошел Читает Арбитр Нарушение Было Сзади Донич Давайте все Поплачем За то Что Виктория Не смогла Сегодня выявить Ну как тогда Объяснить Это Кроме как Нытьем Не назовешь Проблема Почему Что Как Играйте в футбол Ребят Зачем выяснять Отношения Арнаут Здорово Сыграл Против своего Экс Одноклубника Андрея Тондича Парфирянов Мораль Ах Неточный пас Тондич Здорово На Сергея Барана Можно так сказать Калмыш Трик на счету Барнишелла И Один мяч Забил игрок Виктории Чтоб я знал Кто это Не могу Не посмотрел И тогда Не заметил Ну и что хочу Напоследок сказать Болельщикам Виктории Ребята Не расстраивайтесь Ваша команда Умеет играть Футбол Единственное Что Есть Единственное Но Посоветуйте Вашему Тренеру Не уповать На Бабу-Ягу Сегодня Никто Не виноват Что Хозяева Были сильнее Можно Поплакать Сказать Что Вот Какой Был Плохой Арбитр Или Я не знаю Поле В одну сторону Наклонено Или Вселенский Заговор Не будем Плакать Ребята Это Футбол Это Классная Игра Для вас Работал Николай Кадын Спасибо За то Что Были Сегодня Вместе С нами За то Что Посмотрели С нами Этот Замечательный Матч Сороки По праву Обыграли Хорошего Сильного Соперника Следующий Матч Сыграет Сакс 6 Апреля На нашем Поле В Чедерлунге С Бельским Локомотивом До свидания Играйте Футбол